Вася, погоди, я сейчас, сейчас, через 8 лет приду, я приду, помогу тебе, старик, обязательно, держись, 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 почему-то этого не было сделано не 8 лет назад, не 7, не 6, не 5, не 4, не 3 и так далее. И у меня вопрос, а может быть и не было ничего? Может быть не было этого геноцида, который раздули? Может быть и не было, потому что иначе, если это было так страшно, как нам сейчас описывают, у меня огромный вопрос к нашей власти. Почему вы 8 лет молчали? Почему вы 8 лет, вы к чему готовились? У вас ракет танков не было? У вас бойцов не было? Или вы чем-то другим занимались? Или вы предполагали, что 24 февраля 22 года начнется, и мир отреагирует, и надо к этому подготовиться? Простой вопрос, твоего близкого бьют, а ты уходишь на 8 лет, дней, часов, неважно, ты поворачиваешься спиной, зная, что его бьют. Это может быть только в том случае, если никого не бьют. 100 тысяч. И как известно, на каждого погибшего 4 раненых и тяжело раненых. Вот вам полмиллиона, полмиллиона искалеченных жизней и судеб. Вы это как-то умудряетесь оправдывать благодаря тому, что эта пропагандистская машина работала на полную катушку 8 лет. 8 лет каждый день тебе вкладывают понемножку, по чуть-чуть, потом побольше, еще побольше, еще побольше. И у тебя нет другого выхода, как верить только в это. Во главе нашего государства изощреннейшие садисты. Просто изощреннейшие садюги. Садюги! Ну что изощренные? Нет, изощренные, Дима. Так? Я бы сейчас сказал. Садюги 31 декабря по Киеву. Это только садюги.